Мы всегда заходим с одной и той же песней, так и что это, конечно, не пошло в ближайшую неделю, но тем не менее. Одна из самых первых песен написана мною, для тех, кто впервые сюда пришел не мною, а тем молодым геологом, наивным, каким-то чистым и таким-таким-таким, в 1998, что я говорю, в 1958 году в район где-то недалеко от Игарки, в Тайге, когда пошел первый снег, и с этой песней, если можно, начнем нашу встречу. Да, запрос сказать очень важно. Если влюет в голову что-то такое подпевать, из того, что вы знаете и хотите подпевать, можете это делать, потому что хуже меня петь вы не будете. И мы, как говорили мои други Юрий Алексеевич Кукин, когда не хотят сказать, что исполнение будет плохим, мы говорят так, сегодня будет авторское. исполнение. Кто же хочет послышать хорошее исполнение, пожалуйста, мои диски, сиди там, с реверберацией, DVD или что угодно. Голос мой, но очень красиво записанный, как будто и не мой узор. Итак. Голос мой, но очень красиво записанный хорошее исполнение, И вот и кончается ваш кровь, и ночлег. Голос мой, но очень красиво записанный хорошее исполнение, Снег, 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 снег. Тихо оно дружится на берегах замерзающих рек, Снег, снег, снег. На Петроградской твоей стороной Бьется веселой снега, Встыкнет ресницы, Слездуя за мной, Ляжет пушитый пунок, Тронут задумчивые дними, Голос мой, светлую глядь, И отблевает линия, По Ленинградскому синей Вечер спустит Сдал опять. Снег, 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 Снег за кожей кружится, Но он не коснется твоих Сонок, но вот и вверх. Снег, 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 Что тебе, милая, слица На тишину из замерзающих рек, Ветер, снег, 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 Вдолго ли сердце твое за берегу Ветер поет на пути, Через бумаги, морозы, фургун Мне-то тебе не найти. Вспомни же, если б грустнется Наших споянок огни, В плаве пешком, как придется, Песня к тебе доберется, Даже в нелеплые огни. Снег, 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 Снег над тайгою кружится, Вьюга заносит следы Наши сваления. Снег, 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 Он себе нынче приснился, Зародный солнце, Бокзарный герой, Зародный штык, Илья. А для самого первого петь. Могу спеть самую последнюю песню, Которую, может, вы не знаете, Если мы ее берем, конечно, Позда, дружок. Яркой дорожкой лунной Вызвечет темный сад, Будет зима Долгою и морозной. Если бы мог я не трость, Стролы вернут назад, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Если бы мог я не трость, Стролы вернут назад, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Если бы жить досталось, Законав мне лесна, Бог готов, Говорит слезно, Сделать бы под старость, Словесимая чиста, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Сделал бы под старость, Словесимая чиста, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Если бы жена у нас в руки, Столько ли тратим дней, Целую жизнь с ней проведя, Просто не было бы этой боги, Было бы я счастью с ней, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Не было бы этой боли, Было бы я счастью с ней, Полз на дружок, Полз на дружок, полз на. Время идет к отбору, В часах песок, Над головой, Небо горит звездом, Я factions с ним, Когда basset л counted по высшему, Не улья writнее на дружок, Woodland Игра великое тело пだが Небо еще с тобой, Они люди расстроены, Пост на дружок, Поздно движок, Поздно движок. 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 Города Калинина, где сколка не промазанная вокруг. Сынники повсюду, да старушечки, как же мне потешки мою прыть? То ли столкнуть болеть из полушечки, то ли мастерманку полюбить. А Леха, то ли столкнуть болеть из полушечки, то ли мастерманку полюбить. Для чего зазря учиться грамоте, ежели такие чудеса. То ли мне со свечкой в охрань идти, то ли мне направиться в леса. Выдывая на реченьку на быструю, пей себе, гуляй себе, допой. То ли нам задержаться бомбистами, то ли нам удариться в забой. А Леха, то ли нам задержаться бомбистами, то ли нам удариться в забой. За рекой закатывая распаде, а вы птицы бераются на юг. А выездом в городе Калинингове, сколько ли пролазния вокруг. Никакую процерезолюцию, мученем мы с вами дозорим. То ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотерри. А Леха, то ли поддаваться в революцию, то ли поддаваться в лотерри. Кстати, сказать, мы сейчас с Александром Николаевичем заканчиваем запись очередного диска. По-моему, это песня там, да? Нет. Она уже в новой Голландии. В новой Голландии. В новой Голландии есть. А, ну мы просто сейчас пишем новый диск, потому что докопилось больше 23 песни. Новую, которую еще нигде. Называется он будет таким грум под дождем. В связи с песнями написано в Астрале. Вот, а этот уже вышел. Здесь же эта песенка вышла. Хорошо, едем дальше. Если можно, прочитайте стихотворение «Анне Наль, любимая». Что-что? Прочитайте ваше, вами любимое стихотворение «Анне Наль». Если я что-нибудь смогу вспомнить, потому что это очень сложное. Вряд ли я что-нибудь спорю. Думаю, что ничего, я так долго не вспомню. Нет, ничего не могу. Не вспомню. Вот тут есть ее книжечки, покупайте, читайте любые стихи. По-моему, в других книжках, что-то ее есть. Семьи очень хорошая. Она не значит, что сложно, я ее книжек не помню. Так, пресс дальше. Пожалуйста, исполните песню о контрабандистах и жену французского посла. Ведь контрабандисты, это во-первых, не моя песня. По этому времени я смогу исполнить, если имеется в виду песня, Вяческий Эдуард Забагаринского, написанная замечательным автором Виктором Семеновичем Берковским, то я же пою и страдал только свои песни. Вот, а у меня когда-то есть песни, но это как не было. Понятно? Не было, ну, я, ну, здесь, так что вот. И жену французского посла попозже споем немножко, в конце первой телеки. Как тут есть даже... Я сегодня впервые сюда пришел, как нормальный посетитель, я открыл меню и обавлял. Там есть, оказывается, картошка-перекаты, медальоны, жена французского посла, не говоря о какой-то тонко-терятельный английский канал. И вообще все мои песни, вообще, надо, наверное, за название уже паракомиссионное брать. Вот такой, я этого никому не сам не читал. Я сам долго не думал, что жуми брать. И выбрал что-то из Висбора. Александр Алексеевич, спасибо, что у меня есть. Спойте, пожалуйста, три песни здесь. Рахиль, Система Декарта и Севастополь. Неслава. Ну, давайте это самое... Рахиль чуть попозже, потому что песня грустная, а Система Декарта... Давайте, отложим вчерашние планы до нового марта. Дожди, бездорожье и рыжий пламя в системе Декарта. И в небе над бомбом срываются звезды с привычного круга. На сеннюю пору влюбить уже ползко вздыхает подруга. И в небе над бомбом срываются звезды с привычного круга. На сеннюю пору влюбить уже ползко вздыхает подруга. Забудем про время, вольчинское прыти, в леса и текан. Кончается время веселых открытий и новых романов. Даймешь холода, порасмыслившим мудро, что крыть уже нечем. И даже когда начинается витр, то все-таки вечер. Даймешь холода, порасмыслившим мудро, что крыть уже нечем. И даже когда начинается витр, то все-таки вечер. Храните от боли усталые нервы и слушайте бред. А в этой любови, что кажется первой, а стала последней. Сырой и тревожной, да резкий поля, порой облетает. Видимо невозможно по собственной море, сведут на питание. Сырой и тревожной, да резкий поля, порой облетает. И не невозможно по собственной море, сведут на питание. Но жизнь не такая, белая джонанка, замечу ее ромка. И нога привлекает на пустая поляна, приполняя стоп. И нога привлекает на пустая поляна, приполняя стоп. Если Клариса что-то петься про Севастополь, советую открыть в интернете. Просто городинский Севастополь, он выкинет разные вещи. Выкинет в YouTube, вернее, видеокартинку, где первое исполнение Севастополя, реакция толпы. И Сережа Никитина, прекрасно играющая на гитаре. Очень красивый, кстати, рубашка. А также, если посмотрите по Римику, то там такое количество грязи, вылитый в мой адрес, из-за этой песни, в основном, с украинской стороны, к сожалению. Но, тем не менее, песня такая существует и пользуется, насколько я понимаю, широким стразом. Повним дымом, отпавшим с днем, малопроком от битвы жестокой, Стан последний вчера густье, и вступают враги в Севастополь, Израненный молвен солдат, спотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормой приспущенный флаг, В небе лессерах хищные останки, В далеку нет последних моря, Корабельную бухту оставит, И твердит он, смотря на закат, И на берег покинутый гуський, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что судим наступающий год, Снова небо, туманное, гристое, Я ступаю в последний грибот, Покидающий кратскую пристань, И шепчу я трещу лень назад, Не скрывая непрошенной грусти, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Из старых песен «Для чего тебе нужно?» Хорошо. Это где-то на корабле, где-то в Южном океане. 70-е и 80-е. «Для чего тебе нужно?» «В любовь к настоящей вере?» «Всё равно на судах не узнаешь о ней ничего. «Для чего-то вспоминать про далекий, покинутый берег. Если ты собираешься снова покинуть его Бесполезно портать и с уриком кразить, стараться Все равно в океане они проживут насквозь Бесполезно пройти к его женщину, ждать и дождаться Если с нее прожить, суждено тебе все-таки в раз Нечего тебе город, которым мы едем впервые Если не у него в океане проходит твой путь Как назад и вперед, не крутите часы, судары Уходящие минуты обратно уже не вернут Все рассмотрим вперед, нам назад посмотреть не пора Где горит за горбой над водой пустынной заряд Лавка в мягком истинном юности пульсовой избрании Соблазнулись на ленточке этим и там якоря Снова чайка кричит и кружится в покровах туман Снова сон дойдет за собой, не оскавив следа А земля вечерами мелькает, накидая край Нам уже до него не видеть ее никогда Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка Океан одинаков, повсюду вода и вода Океан одинаков, повсюду вода и вода Для чего тебе ведутurd зекаролами бояться на полку Если вдоль без свободов хозяина нет никогда Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка Океан одинаков, повсюду вода и вода Вечер не ведом, где короны боятся на полон, Если в дуру безрубна, а я это я никогда не могу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 А, вот спрашивали, да? Песня «Севастополь» тоже есть на Новой Голландии. Песня «Севастополь» есть на диске. Короче, от напечатали, потому что он и скончился. Так и называется «21-й тревожный вечер». Он тут вроде есть. «Уважаемый вечер», «23-й тревожный вечер», «22-й тревожный вечер». Новый вечер. Уважаемый Александр Анистерич, прошу вас исполнить письмо. После написания, написание которой у вас текнуло сердце, и вы почувствовали, что это удача. Было ведь с вами такое? Вот, знаете, честно говоря, особо никогда не было. «Поражение от победы ты сам не должен отличаться». Нет, это потом уже приходило, когда-то чего-то, а там что-то сразу написали, сразу... Не, была, пожалуй, одна такая песня. Потому что у меня в каком-то 70-м году, в гербалтере, мой приятель, наверное, покойный царством небесное, Игорь Михайлович Белоусов, значит, мы с ним должны были идти в увольнение на берег, а там каждый час, дорог. И, значит, я говорю, знаешь, Игорь Михайлович начал песню придумать, и спел ему первую строчку. А он говорит, а, молодец, а дальше я просто не подказал, как-нибудь потом. И он, вдруг, вышел, я смотрел, в дверях заявлен ключ и щелкнул. Он, вдруг, сказал, вот сиди и пиши, пока не напишешь, но увольнение не пойдет. Что, Игорь Михайлович, выслушал, то всего 5 часов светлого времени, не суток. Я говорю, что ты, не издевайся, не, не открою. И он застал мне эту песню написать до конца. Я был очень доволен не столько качественной песен, сколько тем, что мы не открыли, мы пошли в гербалтер на берег. Песня называется «Донской монастырь». А в Донском монастыре зимнее убранство. Спит в Донском монастыре русская дворянца. Взяв метель и потусцы за стеной, как близнецы, встали на воскресенье. Спит в Донском монастыре русская дворянца. Дрянут шуму вопреки, и в лески далеки, а в храчиных криков. Кавальбергеры, старики, кавалеры, моряки и поэт языков. А в усовшеме палат, вверх у сальской чести, Дамы пиковые спят с гербанами вместе. А в бессонной Москвой, потерянной травой, Спит в нас не судят. Век, что ли, закончат свой, без войны, без мировой, без вселенских сур. Пристопад в монастыре, год и восемь, здравствуй. Спит в Донском монастыре русская дворянца. Век, в отца, ты на дворе, Тетлые ложки, в сентябре, Среди пространства. А в Донском монастыре сладко спится на заре русской. Век, в отца, ты на дворе, Тетлые дожди, в сентябре, Среди пространства. А в Донском монастыре сладко спится на заре русской. Спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о песне «Бухта Наталья». И с полки, естественно, пожалуйста. Опять же, отсылаю книги «След в океане». Какая глава его сейчас там, не помню. Но, в любом случае, речь идет. Это 72-й год. Нам не довелось принять участие в переходе из Аркангельска, Миколаевска, Далмуре, по всей трассе Ромарского пути, на судне, в таком удлом суденочке, Теприкаворе, с бортами очень тоненькими, как и Жигуря. И мы прошли, ну не все, но 4 судна из 12 прошло, через Ледовые, в Среди поля. И когда мы вышли в Берингов пролив, то все, значит, сюда были ребят, битые, мятые, надо было что-то там ремонтировать. Команда была извучена, даже было приятное воду выполнять, и так далее, и так далее. И как только мы вышли через Берингов пролив, справа, значит, на уже Камчатском берегу, в Чикотском берегу, мы увидели в Лоции, бухта Наталья, Кравзавод, Рыбзавод, бухта Удобная, и пошли туда, значит, вот пополнять запасы. Но когда мы вошли уже в бухту, мы увидели на берегу странную картину. Там шкут костры, явно веселятся, приветствуют нас. Но самое удивительное было не это, а то, что он под зону трубу, он легко увидит, что ни одного мужчины нет, а ни женщины. Видимо, несколько сот человек. Выяснилось, что там во время путины на этом заводе, Кравзавод заводит женщин, которые дешевле стоят, как работницы, лучше, чем мужчины работают, поскольку они пьют, и это каторжный труд вообще, на самом деле. А мужиков их нет, и так три месяца. И наша начальность в бухту не вышла, потому что на обоих судах у нас было человек 30 мужчин, а там три сотни женщин. И, значит, им прихлали семафор, и сказал нам судно, что «Во изменение прежнего приказа в бухту Натальи не идти, идти в бухту Святого Павла, стоять на якорь, шлюпки не спускать». Вот и так далее. Вот на «Ервной почве» я написал такую песню, вот она так и называется «Бухта Натальи». Я вообще хочу киску броситься с этим названием, когда дойдет. В рассматах крутых непротаев живет зимы отпечатки, на пуды Натальи рыбозавод Украина, Камчатки, как рыбы плавут косяки облаков над пухтой. Глубятся четыреста женщин и нет мужиков. Откуда им взяться? Как рыбы плавут косяки облаков над пухтой. Плугаться четыреста женщин и нет мужиков. Откуда им взяться? И жалькие зыбутся сны до утра над баней печалью, Что где-то с добычей идуть сеньера на пухту Наталью tuning и маяков костры. Задымятся ведь нету в поселке своих мужиков. Откуда им взяться? На славе affection как огни маяков костры. Задымятся ведь нету в поселке своих мужиков. Откуда им взяться? Наталья 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 Когда я был опытным геологом, была песня «Болотые геологи». Песня «Болотые геологи» 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 Качаются светила нас костями, И когда мы не умрем, пока Качаются светила нас костями, Дрожить лесоводские купцы, Свои жиры, стыденные трясители, Дрожить королевские дворцы, Искать на лондонской сити, Нашел бы праздник пушек и мелька. Мы яримся безлаными костями, Или когда мы не умрем, пока Качаются светила нас костями, Или когда мы не умрем, пока Качаются светила нас костями, Ветвань пила попутный ветерок, Нас в рогах жрем мы не скорее, И если в ясный солнечный денек В последний раз за пляжем мы ныреем, Мы вас во сне ухватим, за пока Мы к вам придем недобрыми листями, Или когда мы не умрем, пока Качаются светила нас костями, Или когда мы не умрем, пока Качаются светила нас костями, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На этой бодрой и пневматической ноте мы делаем 10-минутный перерыв. Я, значит, обобщаю меня те, кто здесь первый раз, Что книжки низкие, которые здесь есть, и дивидии. Их больше нигде не бывает, Ни в магазинах, ни в киосках, нигде. Так что, если кто может приобрести милость, прошу, Автографы будут, естественно, получены. Спасибо.